Добрый день! Сегодня я расскажу вам, как сказать на иврите комнатные температуры. Вот я здесь написал, как сказать комнатные температуры, и моя жена уже несколько минут не останавливаясь смеется. Она говорит, что так по-русски не говорят, как сказать комнатные температуры. А я говорю, что я не хочу говорить комнатная температура, я хочу сказать именно комнатные температуры. Например, сок комнатной температуры или вода комнатной температуры. И неважно по-русски так говорят или не говорят, вы меня простите, главное, чтобы мы сумели это сказать на иврите. Материал предназначен для изучающих иврит на среднем уровне. И я сразу хочу вас предупредить, что эту тему я еще разовью в материале для продвинутого уровня. Итак, мы сейчас вспоминаем, как сказать, например, горячий сок. Миц хам. Как сказать холодный сок. Миц кар. Как сказать сок комнатной температуры, то есть не горячий и не холодный, что-то среднее комнатной температуры, примерно от 20 до 28 градусов, примерно, мы скажем на иврите Миц пошер. И вот это слово пошер означает комнатной температуры. Если мы возьмем слово во множественном числе, например, маим, я хочу сказать сначала горячая вода, маим, хамим, холодная вода, маим, карим, и теперь вода комнатной температуры. Мы скажем маим пошрим. Слово маим во множественном числе, соответственно, глагол, который мы используем, или в данном случае это прилагательное, которое мы используем, пошрим, тоже во множественном числе. Маим пошрим. Я надеюсь, что это было интересно и полезно. На всякий случай я уточню, что можно сказать температура шель хедер или температура хедер, но это не всем будет понятно. Это все равно, что по-русски, если сказать квартирные температуры, нам непонятно, о чем идет речь. Также и для ивритоязычного это выражение будет непонятно, поэтому будем использовать вот именно это слово. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах, Лейт Раут. До свидания.